Вы расскажете нашим зрителям про устройство? Это же, собственно, пиар-акция, по поводу которой тут и затеяли мы киносъемку. Это мало слов, надо больше. Давай сам. Ну, в общем, сто лет в обед, я не помню, когда последний раз держал в руках камеру, просто как-то куча работы и лень бывает, ну, в общем, все ясно. Сегодня мы хотим поделиться с вами таким вот танчиком, он в процессе стройки, вот оборудование, все уже установлено, все работает, это около месяца. Аквариум уже стоит. Такой он хитрый формы, Г-образный, то есть тут не очень большой проем в комнате, да, вот там в коридор проем, и аквариум стоит как бы на просвет. Вот, но чтобы он был поболее, он такой формы. То есть он тут 200, а тут, я уже не помню, 600 с чем-то, наверное. Вот, аквариум, как, собственно, видно, морской, совершенно моднейшим образом красивейшим сухой рифовый камень тут уложен, уже потихоньку обживается, вон там такие первые водоросли появляются. По оборудованию, значит, ну, первая водоподготовка, обычная, это осмос бытовой стоит трехступенчатый, то есть тут уголь, вернее, механика и два угля. Мембрана и после осмоса стоит деэндиционная смола отдельной колбой. Далее водичка набирается в емкость для автодолива, такая вот, и оттуда уже, собственно, в сам. По поводу емкости для автодолива хочу вам отдельно рассказать такое интересное устройство, мы, в общем-то, сами с усами, как вы видите, выпускаем эти штуки. Если вам надо, вы знаете, там, сколково надо набрать, внизу. Сейчас я про устройство хочу рассказать. Представляет из себя вот такую релюху. Крыльев подключен, во-первых, соленоидный клапан электромагнитный, и клапан этот установлен на ввод от водопровода. Дальше водопровод идет через осмос, попадает в емкость для автодолива, и, значит, тут уже в емкости стоят датчики контроля уровня. Вот они так выглядят. И, соответственно, когда вода не достает до этих датчиков, да, вот как сейчас, то релюшка включена, и водопровод открыт, вода фильтруется через осмос. Как только вода достигнет этих датчиков, реле отключит электромагнитный клапан, он перекроет воду, и вода не будет литься. Собственно, необходимость, почему мы вообще начали делать эти штуки, потому что фабричных аналогов, по большому счету, нет. Я бы с удовольствием фабричные сам покупал, да, потому что это довольно хлопотное там мероприятие все это собирать. Но все системы автодолива, подавляющее большинство там систем автодолива фабричных, которые продаются, они оснащаются помпочкой и датчиком. Датчики эти могут быть оптические, там, могут быть просто контактные, может быть геркон. Вот у нас как раз тут стоит система аквамедиковская. Вот так они сейчас выпускают. Раньше на Перистальтике были. То есть это некий контроллер. То есть вот эта система автодолива, она обслуживает, собственно, сам аквариум. Когда там вода испаряется, там есть датчик. Вот Вадим его крутит оптический, покажи. Вот такой датчик. Датчик срабатывает, дает команду на... Ну что ты с собаками? Датчик срабатывает, дает команду на контроллер. Контроллер запускает помпочку, вот, и помпы уже, соответственно, вода откачивается сам назад. Это все хорошо. Но выходит, что тебе емкость для автодолива надо всегда набирать. Вручную там, то есть ты должен сам там с тазиком, с осмосом постоянно подбавлять сюда воду. А если вы делаете морской аквариум, то вы столкнетесь с необходимостью автодолива. Так вот, можно, как я показал в начале про это реле, можно водопровод подключить напрямую к осмосу, и с осмосом добавлять сразу воду в сам, взамен испарившейся. И вот таких систем, которые были бы оборудованы соленоидом, их в продаже нет, к сожалению. Есть одна моделька у Тюнза, но ее не купить. Там в Европе она стоит, там, что-то 25 с лишним рубаса. В общем, не актуально. Чтобы не платить нам, вообще-то нам надо заплатить, чтобы получили качественную такую штучку, но чтобы не платить, вы можете сделать все это абсолютно сами. Вот у нас электроды эти карбоновые, но подходят из нержавейки. Этот карбон тоже в продаже, пожалуйста, продается. Релюшка, вот эта, этими реле, это промышленный реле на один рейку. Тоже это в электромонтажном магазине все приобретается. Соленоид отдельно тоже все это можно купить. Так что, если у вас есть такая задача, где нужно автодолив от водопровода вести, пожалуйста, вот такое решение есть. Ну, кроме нашего моднейшего реле из Колково, хочется поделиться другими ништяками, которые тут установлены. Пожалуйста, светильники Kestel. На мой взгляд, на сегодня, ну, не только, на мой скромный взгляд, и вообще признано, что самые писячные светильники, которые можно за денежку купить, одни из. Да, вот тут три штучки, стоит на такой аквариум, они работают не больше, чем на половину, и нормас, прям нормально. Высота аквариума 600 чем-то, 650, по-моему, уровень воды. Вот этого будет достаточно. Из лялечек, я не знаю, кто-то в России себе купил уже, вот Aqua Illumination Nira 5, например, такая помпа течения. Сейчас я с другой стороны покажу вам. Так она выглядит, очень компактный дизайн, то есть она в ширину тут, не знаю, вся вместе, сантиметров 6, наверное. При этом имеет большую производительность. Аккуратненький такой кабель у нее, и контроллер самое интересное. Такой малюсенький контроллер. Можно натыкать на кнопку, но уже 21 век, сколково, все дела, все это у нас на смартфоне. Можно все это поправить. Можно поставить разные режимы. Есть режим пульсации, есть режим паузы для кормления, и есть постоянная скорость, да, это, я так понимаю, можно производительность этой в разное время дня, можно менять производительность. Пуго-сампуго. Перелив здесь самый обычный, который мы делаем, Херби. Помпа стоит джебау 8-тонная. Да, вот такая. Очень я, кстати, рекомендую. Вот это они новую модель сделали. Десятью. Они такие в красных корпусах. Они не только дизайн, они сделали очень классные контроллер. Тут можно менять производительность по шагам. Прям совсем тонко, да, потому что раньше в старых моделях там был контроллер. Помните? А, ну, вот этот тип того. То есть тут девять или десять ячеек. И настроить перелив на очень тонкую работу, да, на корректную, было тяжело, потому что кран надо было крутить. Или нужен тогда винтовой кран с тонкой настройкой. Вот это они исправили в этой помпочке. Очень она мне нравится. Ну и вот эта 8-тонная помпа стоит. Тут 32-я труба на основном сливе. И 25-я на аварийке. Дальше вот эти трубы идут, заходят в САМП. Да, аварийка практически сухая. Стоит на основном сливе кран регулировочный. Дальше все это попадает дело в мешок. В САМПе два отсека. Один насосный отсек, другой отсек под оборудование. Здесь нет водорослевика. Здесь биопелец и реактор. Сейчас я его покажу. Он с другой стороны стоит. Дальше вот вода после мешка попадает в один этот объем, где установлен пенник. Пенник китайский из серии, он на помпе джебао тоже сделан. Это из серии Red Star. Но почему-то их сейчас не возят. Вот такие аналоги, они в магазине Рифовод. Здесь магазин Рифовод называется. Нормальное качество, совершенно водное. То есть нет такой какой-то, знаешь, китайщины там. Ну, все красиво, четко. Вот так дальше. Дальше вот источник шума какой-то чудовищный. Биопелец-реактор, он в этом же объеме установлен. Он запитан от помпы подачи. Вот есть регулировочный кран на него. Это Reef Octopus MF70. Модель до 70 диаметра колбы. Для такого аквариума, это аквариум-то, не знаю, литров на 500 может быть. Для него вот такой колбы достаточно для того, чтобы... Ну, тут, понятно, делал новый аквариум, но нитраты держатся на налево, а сфата там чуть больше. Рыбы пока нет, понятно, все равно. Ну, то есть я считаю, что достаточно этого объема загрузки будет на такую банку. И, что важно, обычно это не обращает внимания, да, новички, особенно, кто не знает, вывод с... Вадим пытается потихоньку там сверлить, так не слышно. Вывод с биопелец-реактора должен быть обязательно к забору пенника. Там смысл в том, что эти пелицы кипят, на них нарастает бактериальная пленка, которая, да, для построения своих тушек использует нитраты и фосфаты. И она дальше, ну, и ест эти биопелец, да, источник углеводов. И дальше отваливается, и эту пленку бактериальную, да, которая удалила у тебя нитраты и фосфаты, ее надо как-то ловить. Поэтому, ну, ключевой момент, что у тебя вывод с биопелец-реактора должен быть на пенник. Вот, и все. И насосный, собственно, отсек, где стоит помпао. Вот, кстати, контроллер от кессела, например, выглядит как Nokia какая-то. Не знаю. Ну, можно, соответственно, задавать спектр разный. Так-то на кесселе ты просто только крутишь плюс-минус, да, по два канала. С контроллером можно запрограммировать разные спектры на разное время суток, да разное поведение светильника. Хочу посоветовать вам бактерии DVH марки серии BioGro. Они трехкомпонентные, мне очень нравятся. Ну, мне поставщик официальный в России этих бактерий денег не заплатил, и просто похвалить хочу на ровном месте, потому что действительно классные бактерии. Сейчас можно купить Fauna Marine хорошие бактерии, и вот эти DVH хорошие бактерии. Остальное ProDeBio, да, мне, например, не нравятся, я не вижу от них эффекта. По Fauna Marine бактериям у них есть BactoTherapid. Хорошие мне нравятся. И, ну, вот эти вот, вот так они выглядят, трехкомпонентные. То есть и на запуск их очень хорошо использовать, и просто на поддержание жизни. Даже если у тебя там старое болото, то можно здорово вытянуть на этих бактериях банку. Так что вот. Тут аквариум запущен на SRK, SRK отмыто там в перекиси, то есть они прям идеальные, чистенькие. Вот. И тут прям было совсем необходимо использовать бактерии. Я вообще сторонник запуска на SRK, на керамике. На живых камнях я, наверное, лет пять уже не запускаю аквариум. Не нравится мне вот это все. Вот трипера – это то, что вылезает, это все срань. Поэтому SRK рулит и используйте бактерии. Такой сомбурный у нас сегодня выпуск получился. Ну, в любом случае, суть к тому, что последний видос был два месяца назад, а вы продолжаете смотреть, значит, интересно. Все, пацаны, рад был вас видеть. До встречи в новых видосах. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok